Здравствуйте! Приветствую вас на канале Евгена Роста. И сегодня мы с вами рассмотрим некоторые фишки, связанные с операцией Extrude. Ну и вообще в целом с операцией Cut Вырезания. В целом на вот таких вот сложных поверхностях. С помощью Freeform я создал два вот таких вот тела и просто копировал их перемещением. Итак, приступим. Для начала в вкладке Construct я создам Offset Plane. И где-то вот на такой высоте создам конструкционную плоскость со смещением. Но в моем случае это 200 мм. Далее я создам эскиз. И давайте вот так с помощью инструмента Cycle я создам здесь окружность. Вот так. Также теперь возьму инструмент линия. В первом случае нарисую ее как-то так. И вот в этом случае как-то вот так вот. Нажлим ОК. Нажимаем Stop Sketch. И перейду в рабочее пространство патч. Выполню операцию Extrude. Выберу две вот эти вот две линии. Вот так вот вниз их вытяну. Нажму ОК и во вкладке Modify я выберу инструмент Split Face. Значит выберу поверхность и выберу инструмент. Нажму ОК и повторю это для другого тела. Split Face. Хорошо. Отключу эти две поверхности. И вот мы видим что имеются и Face 1 и Face 2. Далее мы перейдем в рабочее пространство модель и вызовем инструмент Extrude. В данном случае мы что сделаем? Мы выберем вот этот контур. Контур. И мы хотим осуществить вырез, который бы повторял данную поверхность, но углублялся бы вниз, скажем, на 5 мм. Соответственно, что мы делаем? Первый вариант. Мы выбираем инструмент From Object. Выбираем его и задаем здесь размер минус 5. Операция Cut. Нажимаем ОК и видим, что у нас осуществился вот такой вот вырез. Хорошо. Повторим данную операцию для вот этих двух контуров. Также выберем From Object. Но проблема здесь в том, что если у нас имеются два фейса, то есть две поверхности, то мы не можем применить данную операцию, как в первом случае. Для этого нам необходимо также выбрать профили. Далее выбрать Distance to Object. Вот так вот, например. И здесь задать не From Object, а Offset Plane. И вот здесь в Offset задать минус 5. И мы нажимаем с вами ОК. То есть мы видим, что данный инструмент сработал. Давайте попробуем еще один-второй способ посмотреть. Мы с вами перейдем в рабочее пространство патч. И с помощью операции Extrude нужно убрать галочку Chaining. Вот это все опустим куда-то, ну, например, через тело. Нажмем ОК. И во вкладке Modify вызвем точно так же. Split Face. Выберем эти два фейса. И вот эти два инструмента, чтобы его обрезать. Еще раз Split Face. Эту поверхность. И вот эти два инструмента. Нажимаем ОК. И я отключаю 4 вот эти вот поверхности цилиндрические. Также, в принципе, можно, наверное, уже отключить и эскиз. Какой второй подход мы можем с вами осуществить? Теперь мы в вкладке Create в рабочем пространстве патч выберем инструмент Offset. Уберем здесь галочку Chain Selection. И выберем вот так вот поверхность одну и вторую. Зададим размерность 0. Нажмем ОК. И, в принципе, если мы отключим видимость вот этих двух тел, мы увидим, что у нас с вами летают вот такие вот поверхности. Вернем наши тела. Давайте я отключу их. Для наглядности перейду в рабочее пространство патч. Далее я выбираю инструмент Ticken, утолщение. И задаю размерность минус 5. Нажимаем ОК. И теперь нам остается только вернуть наши два вот эти тела. И применить инструмент Combine в рабочем пространстве модель. В вкладке Modify. Мы выбираем инструмент Combine. Убираем тело. И убираем Toolbody. Ставим операцию Cut. И нажимаем ОК. Повторим данный вариант Combine. Убираем одно тело, второе. Операция Cut ставится. Нажимаем ОК. Давайте для наглядности я во вкладке Inspect выберу инструмент Секционный анализ. И вот так осуществим разрез. Нажимаем ОК. И давайте посмотрим поближе. Здесь вырез был осуществлен перпендикулярно поверхности эскиза. То есть вот здесь находится наша конструкционная плоскость. И вырез осуществлялся перпендикулярно от нее. В данном случае вырез осуществлялся перпендикулярно поверхности. То есть вот к этой точке касательно поверхности снаружи. И от нее идет перпендикулярно вот так вот в центр. Собственно вот такие два разных выреза мы можем с вами осуществить буквально в пару кликов. Давайте я отключу инструмент Секционного анализа. И давайте я вам продемонстрирую еще одну особенность инструмента Extrude, который мы все почему-то пропускаем. Создадим эскиз вот так вот на виде сбоку. И давайте зададим какую-нибудь вот такую окружность. Давайте две окружности создадим. И осуществим операцию Extrude. И выделим например вот этот контур. И протянем вот так вот через все тела. Мы видим, что у нас с вами появляется операция Cut. Все подсветилось красным цветом. Но есть такая особенность. То есть если вот кликнуть сюда Objects to Cut объекты для вырезания, то мы можем с вами отключать или включать некоторые тела, которые будут участвовать при операции вырезания. То есть например в данном случае я оставил это тело и вот это тело для операции Cut, для операции вырезания. В принципе можно добиться того же самого, если мы будем просто отключать видимость тела в браузере. И осуществлять операцию Extrude с операцией Cut. Эффект будет тот же самый. Но если это очень большая сборка и мне кажется это не очень удобно и намного проще использовать вот эти галочки. Снимать их оставляют только те тела, которые необходимы для того, чтобы их вырезать. Да, вот мы видим вот такой вырез у нас осуществился. Спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok